Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Бажан. Я столер, токарь по дереву, блогер. И сегодня видео о том, как, в общем-то, все начиналось. Часто меня очень просят снять про то, как я начинал. Вот я наконец до этого момента добрался. Ну и как все начиналось? Все начиналось, мне кажется, в школе. У меня был прекрасный учитель труда. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. У нас было несколько учителей. То есть вот мой учитель, он именно занимался столярным делом. Одну четверть мы там столярили, одну четверть мы там, по-моему, слесарили. И одну четверть какой-то хернёй занимались, типа там клеили соломки, там чего-то. И вот та четверть, как раз, когда мы там столярили, она мне запала в душу. И я помню, вот очень хорошо. То есть я был такой любимчик у него. Первый верстак у меня был. Вот. И он притащил такой брусок сосновый. Там было включение коры. Он говорит, давай сострогай брусок, чтобы кора ушла. Я говорю, ну давай. И значит, даёт он мне этот брусок. Я его вложил. И давай строгать. Строгаю, строгаю, короче. Где-то, наверное, брусок 60 на 60 где-то вот такой вот был. Она не уходит, кора не уходит. В общем, я чуть ли там на 60, на 20 уже сделал, когда он пришёл. Расстроился такой, наругал меня так чуть-чуть. Но, в общем-то, не очень сильно. Ну вот. И потом, как бы, что-то я тут учился уже в институте. У меня высшее техническое образование. Я инженер-механик по образованию. Но тут вот эти 90-е годы. Там никто у нас не работал, конечно, по специальности. А я до сих пор думаю, что жаль. Потому что башка у меня, в принципе, такая не самая плохая. Я мог бы там что-нибудь придумать интересного на нашей теме. Ну ладно. И потом всё это началось. Что-то крутилось, 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 крутилось. И вот дело дошло, в общем-то, до столярки. После увлечения моего занятия фотографиями. То есть, вот фотографией я занимался. Вот как раз фотография с того времени. И, понимаете, она какая-то проходящая фотография быстро. Особенно вот сейчас всё это быстро очень обесценивается. То есть, сняли фотку, выложили там фотографию в интернет. Все там, о, молодец, там 20 лайков. Всё, до свидания. Всё, завтра про неё никто не вспомнит уже. И меня, видимо, вот это вот начинало потихонечку коробить, что ли. То есть, мне хотелось создать что-нибудь такое уже, может быть, не вечное, но надолго. И вот я начал потихонечку переходить. Ну, в смысле, я начал думать сначала головой. И потом понял, что вот мне можно, в принципе, попробовать именно столярные работы. И токарные работы по дереву. Ну, и как, собственно говоря, вот я начал всё это изучать? Все спрашивают про книги. У меня как-то с книгами не сложилось, с столярными. Ну, и с токарными тоже. То есть, я несколько раз их читал. В основном такая шняга написана, что пипец. Ну, не в плане того, что шняга, а в плане того, что подача информации очень как бы скудная. Она скудная и читать неинтересная вообще. Поэтому я предпочитал читать журналы. То есть, я начал читать журналы Вудмастер. Есть такой журнал Вудмастер. Если вы его ещё никогда не читали, то купите, в общем-то, и почитайте. Конечно, Вудмастер – это 90% рекламы. Где-то, наверное, процентов 5-6 бесполезной совершенно информации. И вот процентов 4 где-то информации полезной. Но, тем не менее, подача очень красивая. То есть, ты листаешь журналы, всё такое красивое, всё хорошее, тебе всё сразу нравится. Это как вот сейчас в интернет тоже смотришь. То есть, люди выкладывают фотографии, там какие-то столы космические, залитые какой-то там хернёй, ещё там что-то. И ты думаешь, вот это да, вот это классно, вот это лофт, вот это я буду всё делать. Ну и молодец, как бы, думай дальше. То же самое с Вудмастером. То есть, вот я его читал, 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 читал. И смотрел, 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 смотрел. Очень было мало тогда видео. Тогда вот YouTube был совершенно не развит ещё. То есть, вообще было там всё это несерьёзно. И начал я потихонечку покупать себе оборудование. Каким-то образом нужно было себя утешать. То есть, нужно было оправдывать каждую покупку. И я всё-таки старался как-то привязать к каким-то делам. То есть, у меня было сверление станок. То есть, начинал я вообще с сверления станка. Потому что сверление станок я когда-то покупал, когда он мне там был нужен или каких-то там дел, которые со столяркой вообще никак не перекасались. Но вот у меня сверление станок, в общем, был. И забавные мои первые покупки. То есть, я купил верстак маленький. И фрезер Makita 3612. 3612s. Прекрасный фрезер. Слово про него не скажу. До сих пор он у меня работает. Пять лет уже прошло. Только в путь. И как я вообще тогда покупал все эти инструменты. То есть, я шёл, например, в магазин типа, как бы, Аби. То есть, вот в Аби я там всё это рассматривал. Вот оно, Аби. Вот там куча инструментов всякого разного лежит. Такие там, всякие. Всякие разные, условно говоря, там механизмы. Станки там даже в какой-то мере. И вот Аби, она, конечно, всем хорошо. То есть, тем, что... Единственное, чем оно плохо, тем, что она вот продвигает бренды какие-то бестолковые. То есть, у них свой собственный бренд у Аби. И они, например, двигают Митаб. То есть, Митабы вообще делают полное говно и продаются по адской цене. Какой-то сумасшедший. То есть, вот из-за того, что вот Аби, например, Митабы торгует, люди, вот, как Митабы, это и покупают. Больше причин купить Митабы, чем, например, купить его в Аби, больше нет. Ну, на мой взгляд, да. То есть, у кого, кому-то, может быть, повезло. То есть, вот там, например, продается там ленточная пила там по адской цене. Или там, например, распиловочный стол там Митабовский по адской цене тоже в Аби продается. Но зато ты можешь прийти и его там потрогать руками. И вот это вот, видимо, решающий фактор. Потому что вот у нас, например, в городе очень мало мест, куда может прийти там, например, и потрогать руками какой-то инструмент. То есть, есть там муджета, салон. И все, и на этом все заканчивается. Может быть, там несколько еще магазинов торгуют. Типа там того же самого Аби, там, то есть, Кастараму, например, там, или там Максидом у нас есть. Ну, вот, потрогать что-то вот в большом ассортименте, только в Аби получается. Вот, и из-за этого, в общем, как и все остальные, то есть, я на это Аби, собственно говоря, и подсел. Ну, и вот верстак, там несколько, какое-то количество струбцин, фрезер Макита. И начал думать, как бы, о том, что, из чего вообще я все это буду делать. И начал все это делать, как бы, из пиломатериала того же самого, который в Аби покупал. Вот сейчас я пишу сначала звук, а потом буду накладывать картинки, поэтому я не помню, что там у меня есть из самого первого. Ну, вот я начал делать там всякие стульчики, стульчики. И это все потребовало от меня каких-то дополнительных затрат, и я почему-то купил Рейсмус, я помню. То есть, вместо того, чтобы купить фуганок, я купил Рейсмус и продолжал как бы пытаться все это делать. Но поскольку у меня тогда была фотостудия, то есть, место моей работы, то есть, основное, и в том числе я, как бы, там пытался ваять что-то деревянное. Это все как-то вместе не очень совмещается, потому что фотостудия должна быть чистая всегда. Сами знаете, когда мы там фрезер, например, включаем, особенно фрезер, или там Рейсмус, это пипец там полетелось. И как раз получилось так, что я решил переехать из одной студии в другую. То есть, вот эта студия у меня была рядом с домом большая, брал я в центре города следующую студию и маленькую. Получилось так, что в этой студии очень много оставалось, скажем так, барахла, которое туда в маленькую студию тащить было бесполезно. И нужно было какое-то место для его хранения. И у меня тут же щелкнуло в голове. Я думаю, опа, сниму-ка я гараж и туда засуну все. Засуну туда и остатки, так скажем, от фотографий и от других там всяких бизнесов. И туда же я там поставлю станки и буду там ваять. И вот это как раз было поворотное решение. То есть, я снял гараж рядом с домом за полторы тысячи, по-моему, в месяц. И начал там, в общем-то, пытаться что-то сделать. Понятно, что там не так много было места и не так много у меня там всего получалось туда поставить и вообще работать каким-то образом. Поэтому мне пришлось, ну, как скажем так, покупать все очень компактно. Ну, и первая покупка все-таки была токарная сама. Потому что вот я все равно, вот я люблю токарку. Токарка это мое, как бы, хобби и мой бизнес с чем-то. И токарка для меня, ну, как бы, вот это вот, ну, все, так скажем. То есть, токарное изделие для меня это круто. И я купил вот этот первый свой станок, STD1200 с удлинением. Купил я набор резцов китайский, который до сих пор, кстати, у меня работает замечательно. И купил я точила. Точила или течь с маленькими такими дисками. Потом я его продал, тоже мудак. Вот за это я себя ругаю, надо было оставить. Но я почему-то понадеялся на джетское точила. Ну, это ладно. И что я начал делать? Я начал, в общем-то, изучать древесину. То есть, конечно, на тот момент времени у меня даже в голову мне не приходило, там, поехать, например, в какую-нибудь контуру серьезную, купить там серьезного дерева и из него там что-то сделать. Нет. То есть, то, что было там у меня под ногами, то я, в принципе, и использовал. Потому что на тот момент я рассматривал мастерскую чисто как хобби. Поэтому я точил всякие разные, там, американский клеон, например, там, который валяется везде там у нас. Вот. Это дерево вообще там не для точения. Но, в общем-то, я точил. И потом что произошло? Потом я подумал, что мне пора точить сегменты. И вот когда я подумал, что мне пора точить сегменты, я купил себе торцовочную пилу. Это как раз было метабо. Не помню название модели. Ну, в общем, это говно. Ладно. Купил, купил. И начал, в общем-то, сегменты. Все там у меня рассыпается. Потому что... Потому что, потому что, и потому что, и потому что. И к тому времени что-то я как-то уже доделал достаточно много таких всех разных поделок. И надо было думать, что с ними вообще делать. То есть, ну, вот я там сделал, например, стол себе для студии. То есть, вот у меня в студии там стоял стол, который я сам себе сделал. Сделал я его неправильно, но неважно. Как бы вот стоял. У меня там были стулья, табуреточки, которые я там кому-то дарил. У меня были там какие-то подсвечники тоже, которые шли там как подарок. И в какой-то момент времени случилось, что... То есть, я там обжился. Я купил пильный стол АЕГ. Я купил ленточную пилу. Но, в основном, это все использовалось для каких-то вот... Ну, вот под изделие я конкретно покупал. То есть, вот ленточную пилу я покупал, когда я начал делать этот самый... Люстру круглую. Вот я делал люстру круглую. Блин, надо мне ленточную пилу. А вслед за люстрой я начал делать тележку садовую. Вот сейчас я вам это покажу. Там где-то здесь много было фотографий. И там были, в общем, радиусы. То есть, колеса надо было выпиливать. И вот тут как раз я купил ленточку. Вот именно для этих этого самого дела. И тут в какой-то момент вдруг раз и... Ну, конечно, я все это там фотографировал и выкладывал. Все там... Ну, в основном, в свои там группы и в свои, так скажем, фотографические дела. То есть, сайты там, где вот именно по фотографии там я занимался. И где я был там авторитетом. Меня там все крылья там страшными словами. Что это все говно то, что ты делаешь. Ну, в общем-то, говно не говно. А дело я все равно. И в какой-то момент поступил ко мне заказ на... Ну, уже заказ. То есть, женщина какая-то говорит. А сделайте мне вот для мужа там в подарок винный шкаф. То есть, я думаю, ну давайте сделаю. Вот. И все у меня, в принципе, для этого было. И зарядил я ей денег даже за него. Не так много, чтобы я... Как сейчас, например, да. Но, тем не менее, то есть, какое-то там количество сумок, которая уже была такая, ну, скажем так, уже серьезная. И сделал я, в общем, этот винный шкаф. И сделал, и красота. То есть, она так... Ей очень понравилась. И мне тоже очень понравилась. Ну, конечно, может быть, где-то там немножко был корявенько. Потому что все-таки не было метрофуганка. Но, тем не менее. Сделал винный шкаф. И потом тут же серьезная одна из серьезных контор. Как-то мне тут, что-то как-то раз мы вышли на меня. Начали мы с ними разговаривать. Они говорят, нам надо этот комплект мебели для бильярдной сделать. Потому что мы его покупали давным-давно. Сейчас уже их такие не делают. А вот вы сделаете. Я говорю, ну давайте сделаю. И вот, в общем, короче, сделаю им этот комплект. Продал за приличное количество бабосов. Потому что контора серьезная. Хотя сейчас вот понимаю, что надо было продать еще дороже. И я почувствовал, что, в общем-то, как бы... А, потом еще одну тележку я сделал садовую тоже на заказ. Это я все делал в гараже. Потом я делал какие-то качели. Циркули какие-то. Ну, какую-то всякую херню такую. Причем я все делал, как бы, достаточно из бросовых материалов. Вот. Делал много подарков. То есть, в подарке я делал вот там точеные всякие табуретты. Точеный стол там с точеными ногами. То есть, и, опять же, для студии там делал всякие разные себе штуки. Там банкетки, там еще что-то. В какой-то момент перещелкнул он у меня. То есть, я понял, что, в принципе, можно как бы на этом и денег заработать. Тем более, на тот момент времени у меня было практически все. Только не было только фуганка и стружка отсоса. То есть, весь остальной инструмент у меня был. То есть, у меня была торцовочная пила. У меня был пильный стол. У меня был рейсмус. У меня был фрезер. Что еще там? Ну, шлифовальные машины у меня были там. Ну, китайские были. Но это не важно. То есть, были, короче. И, в общем, практически все оборудование у меня было. Не было места. И вот, конечно, арендовать серьезное помещение. Для того, чтобы там чем-то серьезным уже заняться. Это, конечно, был такой шаг. Но непростой, скажем так. Потому что, что происходило. То есть, нужно было... Ну, как бы, уходить из фото, так скажем. И заниматься вот именно столяркой. Это, в общем-то, непросто, так скажем. Взять и шагнуть вот так вот. Ну, я, в общем, взял и шагнул. Это не так было сложно. То есть, арендовал я помещение рядом с домом, недалеко от дома. Хорошее, светлое помещение. Вот до сих пор я здесь как бы сижу. Ну, и тут мне пришлось как бы немножко потратиться еще. Я купил фуганок 106-й корвет. И я купил стружкоотсос. И первое, что я сделал, конечно, это я сделал кучу всяких разных столов в свою, собственно говоря, мастерскую. То есть, я сделал два стола под торцовочную пилу. В тот момент она стояла между этими двумя столами и должна была пилить там на удачу. Ну, как бы, эти столы были одновременно местами для хранения. Я сделал подставку там под токарный станок. Я сделал несколько столов рабочих. То есть, я вот занимался именно тем, что я делал ну, как бы оборудование в своей мастерской. И в тот же момент времени, то есть, мне надо как бы было каким-то образом денег зарабатывать. А поскольку у меня была фотошкола, то есть, я был заточен на обучение, мне казалось, что я сейчас быстренько перескочу просто с фото там, но на столярку. И сделал, как бы, такой шаг. Ну, не совсем, может быть, верный. То есть, вот, как вот сейчас вот этот каворкинг идет, да. То есть, такое модное такое понятие каворкинг. То есть, люди приходят, там за время платят, как бы, и что-то там пилиться с рога. То есть, я могу сказать, что в моем случае это был путь мне никуда. Но, тем не менее, я его сделал. И я еще запустил проект сделать с папой. То есть, у меня приходили папы с сыновьями. Вот. И они там делали, там, всякие разные, там, как скажем, ну, изделия, да. То есть, товарищ мой ко мне ходил очень долго с сыном. Слава богу, поддерживал меня, так скажем так, мое вот это вот, мое движение, да. И, ну, много достаточно было у меня людей. И до сих пор вот у меня, те, кто ко мне ходил, ребята с сыновьями, время от времени приходят сами поработать. Ну, как, над какими-то там своими проектами уже. Вот. То есть, мы это делали долго. То есть, мы там строгали с ними, там, пилили, там, что-то еще, там, ваяли. И, что было потом. Потом я чувствую, что я что-то начинаю проседать. И в этот момент у меня появился, появились, как бы, заказики на, так скажем, на токарку уже. Потихонечку я начал делать токарные вещи. И начал делать вещи достаточно приличные. То есть, вот, ну, например, тот сервиз, который там у меня большой, там, дубовый, вот, вот его фотография. Я его делал, как раз вот в это время. Вот. Я его делал на самом херовом, вот, этом токарном станке. Ну, и когда я его сделал на самом херовом токарном станке, то есть, опять же, мне за него денег заплатили прилично. Я думаю, блин, пора уже, что-то тут как-то менять. И начал менять вот токарники. То есть, я продал вот этот вот свой первый токарный станок. И купил два корвета. Сначала я купил 75-й корвет, а потом 74-й. И так получилось, что я их купил оба. Оба я брал бэушными. Очень дешево купил и тот, и тот. И почему я их купил оба? Потому что, ну, как бы я думал, что вот этот вот куплю, а может быть вот этот вот. А получилось так, что я купил как бы оба эти станка. И они у меня долгое время достаточно стояли два вместе в мастерской. Я на них там точил вот эту огромную вазу античную. Да, я как раз выточил на одном, ну, на обоих этих станках. Потому что часть там на 74-м точилась, часть на 75-м. И вот, в принципе, сейчас я поменял как бы вот эти станки на поверматик. А на самом деле, вот на ту разницу между поверматиком и 75-м, и 74-м корветом, я мог бы совершенно спокойно там отдыхать. Вот купить там четыре раза в Турции какой-нибудь. И поверматик-то, собственно говоря, у меня не для того, чтобы вот на нем как бы вот классно работать. То есть классно можно было работать на корветах. А поверматик у меня для того, я недавно только понял, что поверматик у меня для того, чтобы я не валил ничего на станок. То есть у меня нет вариантов. Если раньше я мог сказать, ну, вот у меня там вау бьет, там, или там что-то вариатор херово работает, или еще что-то, и поэтому у меня что-то не получается. например, то сейчас уже нет таких вариантов. Я не могу сказать, что у меня что-то на станке плохо работает или еще что-то. И поэтому, если я косячу, значит это я косячу, а не станок. А работал, так я так же и на 75-м. Это замечательно, как и на поверматике. Я не могу сказать, что в 75-м так же хороший как поверматик. Нет, конечно. 75-й корвет значительно хуже, чем поверматик. Но работать на нем можно было вполне. Ну ладно. И что потом началось? Что потом началось? Потом что-то подключились как-то люди и заказчики со стороны. То есть я вот это все делал, делал, делал. Выкладывал все эти фотографии в интернет активно очень. И то, и все. И чаши, и вазы, и лампы. И все подряд, в общем. Гнал, 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 гнал. И в то же время, по-моему, я как раз начал видео уже снимать. Начал я канал потихонечку развивать. Я тоже не знал пока, о чем снимать. Но, в общем, что-то снимал. Вот. Начали подключаться такие клиенты посерьезнее. То есть пошли уже заказчики, там, уже там, например, там, не с тремя нулями, там, а с пятью нулями, там, да, после первой цифры. Там что-то сделал, тут что-то сделал, там, уже там. И вот эти все деньги как бы начали, ну, реально работать. То есть я забросил фотографию. Не то, что фотографию забросил, я забросил просто вот именно в свою художественную часть фотографии. Забросил фотообучение. И занялся именно вот столярными работами. То есть я постепенно-постепенно закрывал всех своих учеников. Ну, потому что они просто адское количество времени меня занимали. И толку-то от них особенного не было. Ну, в финансовом, я имею в виду, плане. То есть я их потихонечку-потихонечку начал всех убирать. И начал, соответственно, покупать, докупать оборудование. То есть так получилось, что у меня там появилась ценная сумма денег в кармане. И я вот ее как раз потратил. То есть я поменял рейсмус. Я поменял макиту свою на поверматик. Я поменял оба своих токарника на поверматик. Я поменял торцовочную пилу на Bosch. И я что еще сделал? Что еще поменял-то? А, ну, я поменял пильный стол. То есть была EG. Вот купил вот этот джет. И, в принципе, как бы жил я уже... Ну, и денег не хватило на фуганки. Я еще фуганок хотел поменять, но на фуганок тогда денег не хватило. И, в общем, достаточно долго я строгал на корвете. И что? И я начал делать вот эти вот заказы там с пятью нулями. Делал-делал-делал-делал-делал. Потом через какое-то время... То есть делал я всего много очень. И начал как бы задумываться о том, что правильно я вообще сидел или нет. И вот когда я начал задумываться об этом, то есть у меня началась складываться вот эта вот стратегия, по которой я сейчас живу. То есть вот все мои вот эти видео про бизнес-столярки там еще чего-то. Это все не просто так. То есть это реальный жизненный опыт. Причем не вот за какое-то огромное количество времени, а вот именно выживание в кризис. Понимаете? То есть у нас же кризис сейчас до сих пор идет. Денег нет нифига. Вот. И сейчас что я делаю? Сейчас я продолжаю все это делать, безусловно. Просто я работаю немножко над проектами дольше, чем раньше. То есть если я раньше схватывал там все подряд и там давай-давай-давай-давай, то сейчас немножко все по-другому, но все равно похоже. И что я еще делаю? Сейчас я опять хочу начать школу. Про школу будет завтра отдельное видео снято. Но сейчас уже могу сказать, что, в общем-то, я чувствую, что то, чему учат вообще в наших столярных школах, вообще те, которые есть в стране. То есть у нас же есть там несколько раскрученных очень таких школ, да. И, кстати, журнал Woodmaster, он тоже заточен под эти тоже раскрученные школы. То есть, например, ребята учат работать ручным инструментом. Ручной инструмент все уже. До свидания. Это все равно, что там, например, давайте мы сейчас все будем ездить не на машинах там, а на телегах. То есть теоретически же можно ездить на телеге. Ну, наверное, можно, но на машинах-то удобнее сто раз. И удобнее, и комфортнее, и так далее, и тому подобное. Но вот идет как бы вот этот вот возврат. То есть люди пытаются нас заставить опять там ездить на телеге, условно говоря, да. То есть причем телеги это нихера не дешевые. Если б они были еще недорогие, тогда бы ладно было еще. А то тут давайте купим пилу там за 10 тысяч. Давайте купим рубанок за 30 тысяч и вот после этого будет счастье. И вот это вот, вот этот подход, он неправильный, неверный. То есть, конечно, можно иметь рубанов там в коллекции за 30 тысяч, можно и за 40, за 50. У всех деньги-то разные. Но вот работать им это вообще, в общем-то, как сказать, ну, моветон. Это то же самое, что ездить на телеге сейчас, а не на машине. И большинство школ столярных, вот они как раз заточены на этот ручной инструмент. Ну, потому что они еще продают этот ручной инструмент. Я вот хочу сейчас сделать школу какую-то нормальную, человеческую. То есть, вот я уже забросил такую удочку небольшую. Три ученика у меня сейчас выпустились. И, в общем, буду делать школу такую нормальную. Так что вот. Наверное, на этом я закончу видео-то мое. Думаю, я всем все объяснил. Ну, и знаете, что интересно? Интересно, что время-то прошло совсем фига-нифига там. Пять лет всего. Вообще ерунда. А я вот как бы уже советы вам даю. И мастерская у меня крутая, там, и все остальное. Ну, в общем, вот так. Ладно, до свидания. С вами был Юрий Бажин. Всего хорошего.